В Rusty, как и в любой другой игре в этом мире, есть свой собственный смысл и полноценный сюжет. Но из-за того, что Rust всё-таки является мультиплеерной игрой, то в квестовых диалогах с NPC историю игрового мира раскрыть не получится. Придётся делать это как-то иначе. В принципе, можно было бы сразу засунуть записку с игровым лором в трусы каждому персонажа, и тогда бы разрабам не пришлось бы париться с осмыслением каждого предмета в игре. Но раз вы смотрите это видео, то значит заветные записки в трусах вы так и не обнаружили. Поэтому в этом ролике вы узнаете о многих игровых предметах, их значении, предыстории и догадках о том, как они тут оказались. На их основе я постараюсь построить правдоподобный сюжет, а также попробую вангануть на будущее обновление Раста. Присаживайтесь, вас ждёт интересная история. К сожалению, мне не удалось найти на этот ролик спонсора, поэтому, пользуясь возможностью, хочу порекомендовать наш собственный растерский паблик ВК. У нас в среде свежие новости о по игре, тематические мемчики, опросы, а также розыгрыши на скинчики. В нашей растерской беседе мы обсуждаем новые обновы, ищем новых тиммейтов и соревнуемся в крутизне наших зажимов. С калаша, разумеется. Ну чё, ты идёшь тыкву трахать или нет? Ссылка на паблик и беседу находится в описании. Первое, с чем сталкивается наш персонаж во время путешествий, так это с Раттаунами. Раттауны представляют из себя полуразвальные заброшенные сооружения, в которых, по-видимому, когда-то давным-давно кипела работа. Если открыть имеющуюся у нас карту и посмотреть на всевозможные РТ, то можно предположить, что они могут являться частью общей инфраструктуры. Электростанция, порты, аэродром, экскаватор. Всё это открыто говорит нам о том, что, скорее всего, на острове занимались какой-то производственной деятельностью. Если чуть внимательнее изучить окружающий нас мир, то можно обнаружить, как часто здесь встречается большое количество советской техники. Это довольно странно, учитывая, что на всём острове нет ни единой буквы из русского лафавита. На этом моменте я бы хотел сэкономить время, воспользовавшись материалами другого ютубера по Растту. Магикова. В своём давнем ролике Артём уже проводил подобное расследование про раскрытие игрового сюжета. В нём он привёл доказательства, что большая часть предметов, находящихся на карте, и вправду имеет советское происхождение. Во-первых, грузовики, которые не встречал только ленивый, сильно схожи с советскими версиями грузовиков ЗИЛ-131. Всем знакомый маяк, который сильно схож с маяком, располагающимся на острове Сахалин. Придорожные остановки, сильно схожи с автобусными остановками из Казахстана. Игровой космодром, который является идентичной копией космодрома Байконур, который также находится в Казахстане. Несмотря на то, что в Расте встречается большое количество предметов, схожими с реальными предметами из Казахстана, утверждать, что за всем этим монстром когда-то пристально следили жёсткие пацаки из Казахстана я не стану. Однако увидеть уступление сквозь баба в Расте, в таком же формате, как это было сделано в Фортнайте с Трэвисом Скоттом, было бы по-настоящему жёстко. Примерную дату постройки всех техстроений можно датировать в пределах 70-х годов. Это предположение я делаю из того, что в некоторых зданиях можно встретить записи, которые датируются 80-ми-90-ми годами. Я специально отнял примерно 10 лет с момента самой старой записи, чтобы прикинуть примерный год строения. Так, с даты основания определились. Теперь было бы неплохо узнать текущее время в игре. Чтобы выяснить это, я зашёл на официальный сайт разработчиков и скачал файл для локального сервера Rust. Установил, запустил, выдал себе админку и прописал команды дня, месяцы и года. И таким образом я смог узнать, что нынешние действия игры происходят в мае 2024 года. К моему удивлению я сделал все те же самые действия, что и Артём в своём ролике, но дату мне показала немного другую. Ещё один вопрос, который я задавал себе в самом начале знакомства с этой игрой, это где же мы всё-таки находимся? Мы находимся на огромном острове, собственной инфраструктурой, вдали от цивилизации, где-то в океане, воды которого плодородны нефтью. Да ещё и вместе с этим он должен быть положительно политически связан с Советским Союзом. Да, задачка непростая. Но если мы воспользуемся своими школьными знаниями в области географии, истории и астрологии, перед этим ещё разок пересмотрев ролик Магикова, то мы сможем вычислить местонахождение данного острова. Если мы посмотрим на звёзды в ночном небе, то сможем вычислить примеры нахождения полярной звезды, благодаря которой мы узнаем широту, в пределах которой находится наш остров. Пространство получается всё же не маленькое, но куда лучше, чем знать ничего. Теперь, если мы обратимся к истории, то сможем вспомнить, что когда-то в своё время Советский Союз собирался уступать Ванголе за идеи коммунизма. Благодаря этой информации пазл начинает складываться. Большой остров, находящийся в южной части Атлантического океана, неподалёку от которого располагается страна с военной поддержкой со стороны СССР. Также, если верить Википедии, то Ангола занимает 14 место по скорости добычи нефти в день, что, кстати, объясняет наличие нефтяных вышек на карте. Кстати о них. Если чуть внимательно изучить большую из них, то можно обнаружить несколько любопытных постеров, которые должны описывать смысл деятельности на острове. Их, кстати, можно встретить практически на всех локациях в игре. Всего существует 6 видов постеров, на паре из которых можно встретить отсылки к далёким космическим путешествиям на другие планеты или галактики с упоминанием кодового названия «Нова». На следующей паре плакатов упоминаются исследования в области генетики и атомной энергии. Ещё один постер, который вы всё также могли встретить в игре, представляет из себя цветок в трёх стадиях жизни. Также на нём можно встретить следующие надписи, которые переводятся как «Программа регенерации» и «Природа протягивает руку помощи». Тут можно было бы предположить, что организация «Кобальт» работала над исследованием в области перерождения мёртвых растений на генетическом уровне. Но это ещё не всё. В игре можно встретить ещё один необычный плакат. Это плакат с данным мужчиной. Он выглядит довольно потрёпанным, из-за чего чётко разобрать, кто на нём изображён, не получается. Помимо персонажа было потрёпано и соседнее слово, которое, к счастью, поддаётся восстановлению. Этим словом является «Имморталити», которое переводится как «Бессмертие». Судя по всему, на острове проводились полноценные исследования в области перерождения, что по сути можно назвать «Бессмертием». И судя по всему, эта дяденька являлся очень важной персоной в данном исследовании. Да, это и не удивительно, особенно когда у тебя есть такие усы. С ними всего по жизни добиться можно, особенно когда ты являешься учёным. Кстати, об учёных. Несмотря на то, что каждый растер уже привык встречать этих господ в синих костюмах, они до сих пор оставляют за собой немалое количество вопросов. Когда разработчики впервые добавили их в игру, они оставили подпись в своём блоге. А люди ли это вообще? Что может наводить на мысль, что это вполне может быть правдой. Интересный факт. Если разделать персонажей ботом, то с персонажа мы получим кости, ткань, жир и череп, в то время как с бота мы получаем лишь кости и ткань. В данном случае я бы назвал ботов идеальным тотеном животным для любой девушки. Такие же безбашенные, с фобией как бы не ожиреть. Ещё если внимательно посмотреть на внешний вид учёных, то на их форме можно обнаружить странный символ. Это знак биологической опасности. Обычно таким знаком обозначают ёмкости с веществами, относящимися к шестому классу опасных грузов. А именно ядовитое и инфекционные вещества, способные вызвать отравление, заболевание или даже привести к смерти. Я специально пролистал немалое количество информационных сайтов, чтобы попытаться найти достоверную информацию о костюмах с данной маркировкой. Я даже фотки сталкера пролистнул, чтобы убедиться в этом, но так ничего и не нашёл. По моим субъективным предположениям, учёные и вправду не являются людьми, а скорее чем-то напоминающие их. Возможно, они были искусственно рождены, благодаря генной инженерии, а их специальная маркировка на костюмах помогает отличить их от живых людей. Ещё одним их отличием от обычных нубиков является их разговорный язык. Думаю, что многие из вас слышали издаваемые ими звуки. У меня были мысли, что если они были искусственно выращены, то и какому-нибудь секретному языку их также должны были научить. Согласитесь, что было бы очень забавно осознать, что звуки ботов были написаны по такому же принципу, как и у миньонов. Ну, типа, бананы это бананы и... Я маслину поймал! Я долго пытался понять, что скрывается за этим таинственным... Но спустя немалое количество времени я понял, что я ничего не понял и не пойму. Поэтому не стал с этим возиться и вам тоже не советую. Следующее интересное место — это мирные зоны. Аванпост является одним из самых уникальных монументов на всей карте. Только на нём учёные не пытаются нас убить при приближении, а наоборот игнорируют, будто бы нас тут и нет. Учёные здесь также отличаются от тех, что мы встречаем обычно. Местные жители Аванпоста имеют зелёный раскрас и также нейтрально относятся к игрокам. Помимо этого, в данном городе игрок сможет приобрести для себя немалое количество полезных предметов и воспользоваться местными услугами. Тут он сможет переработать ненужные ему компоненты, переплавить топливо и также скрафтить для себя не все необходимые предметы на местном верстаке. Приятно создавать, что к тебе относятся с такой гостеприимностью и пытаются всячески помочь в твоём непростом выживании. Однако у меня это большой любви и чувство доверия не вызывает. Если смотреть с научной точки зрения, то данный город отлично подходит для исследования способности коммуникации среди игроков. Помимо кучи полезных плюшек, в городе также есть своя зона отдыха, в которой игрокам предоставляется отличная возможность безопасно пообщаться и весело провести время. А учёные смогли бы за этим безопасно понаблюдать со стороны. К моему удивлению, в городе присутствует один из тех учёных, которых мы встречаем вне стены ванпоста. Ещё удивительнее, что с ним даже можно начать диалог, в котором нас без всякой вежливости просят уйти, называя подопытным. Это, скорее всего, доказывает мои предположения об ванпосте, как об исследовательском пункте, в котором игроков принимают за обычных подопытных крыс, за которыми просто наблюдают. Но, может быть, тут всё куда масштабнее? Я попытался всячески задорочить бота, чтобы он срегирился на какую-нибудь новую фразу, но, к сожалению, новее этой строчки, я от него толком ничего и не услышал. Также немногие знают, что у города есть своя подземная часть, в которую сможет попасть каждый, если залезет в нужную дырку. Всего у ванпоста есть две подземные развилки, А и Б. Различаются они лишь главными комнатами. В одной она есть, а в другой её нет. Но их общее сходство заключается в том, что эти два спуска абсолютно бесполезны. Возможно, когда-то тут была своя собственная система канализации, благодаря которой можно было бы попасть внутрь города. А может быть, это намёк, что под землёй скрывается что-то по типу лаборатории или даже секретно-исследовательского бункера. Блуждая по острову, можно наткнуться на различные спуски, которые рано или поздно приведут нас прямиком в пещеры. Блуждая по которым, можно будет встретить немалое количество наглухо закрытых дверей, за которыми может скрываться секретные проходы в города, бункеры, канализации, и вообще за ними может ждать на всё что угодно. Думаю, что в скором времени разработчики смогут приоткрыть для нас и эту тайну. Не, ну а что? Возможность заработать на DLC с костюмами черепашек-ниндзя никто ещё не отменял. Теперь предлагаю переместиться из потолщи земли на её поверхность и посетить ещё одну мирную зону, а именно город бандитов. Данный городок расположен на болотистой местности, и если верить названию локациям, то его населяют бандиты. В нём можно приобрести всевозможные ресурсы для выживания, компоненты, вооружение, летательный транспорт, а заодно покрутить колёса и поиграть с друзьями в картишки. Однако, если вчитаться в плакаты, которые развешаны по всему поселению, то можно предположить, что бандиты не всегда были гостеприимны к игрокам. Они всячески запугивали игроков плакатами, предупреждающими об опасности и наличии радиации. Видимо, для того, чтобы никто из посторонних не входил в пределы их поселения. Как мне кажется, бандиты не являются коренными жителями данного острова. Скорее всего, они не званные гости, которых тут не ждали. Однако, выпроводить их отсюда по какой-то причине не получается. Следующую интересную деталь можно узнать, если обратиться к самой честной встречаемой надписи в Бандитке, которая переводится как «Голожопым тут не рады». Но только не к самой надписи, а к тем, о ком тут идёт речь. Ходило мнение, что персонажи, за которых мы играем, являются заключёнными, которых по их собственной же воле отправили на этот остров с военными намерениями. Такая догадка появилась благодаря названию официальной карты от разработчиков Хэппис, что в переводе с турецкого обозначает заключение, или же тюрьма. Я бы не хотел сдаваться в стереотипы и выисковить у персонажей тюремные наколки, шрамы, ссадины от побоев и прочее, но согласитесь, довольно странно, что на острове, где нет законов, правил, решёток, и нету ни одного ебаного полукефирного качка, рассатуировано с головы до жопы. Складывается впечатление, что все игровые персонажи будто только что родились, и никогда не покидали пределы этого острова. Со мной когда-то давно приключился любопытный случай. На одном из вайпов, когда я зашёл поиграть со своим другом на классический сервер, мне удалось встретить на берегу паренька, с точно таким же персонажем, как и у меня. Тогда я удивился, но не придал одному большого значения, и только сейчас, готовясь к съёмке этого ролика, я охуел. Я постарался собрать всех возможных игровых персонажей в одном месте, дабы я смог убедиться, что в тот раз мне не показалось. И да, мне не показалось. Скорее всего, наш игровой персонаж не является заключённым, которого привезли сюда по его собственному желанию, а скорее всего, он искусственно выращенный. Не знаю, насколько эта догадка может быть точной к настоящему игровому сюжету, но если взглянуть на имеющиеся факты с отсутствием татуировок на теле, внешняя схожесть персонажей, фраза учёного, плакаты, то можно предположить, что название Хэппис относится не к заключённым из тюрем, а к заключению на самом острове. Многие из вас знают, а может быть и не заметили, что ваш персонаж убирается случайным образом после первой покупки игры. Настроить своего собственного персонажа у вас не выйдет, так же, как поменять его в процессе игры. На этом моменте я представляю удивление игроков, которые впервые заходят в игру и хотят стать как их любимый ютубер. А на деле они получают какого-то... Если развить эту теорию в данном направлении, то на карте обязательно должна находиться данная пробирка для выращивания человека, или хотя бы должны быть какие-то отсылки на её существование. Пруфы, Билли, нам нужны пруфы. Если залезть в файл игры, то можно убедиться, что в игре реально существует объект с названием капсула для клонирования. Похожую капсулу можно встретить в глубине военных тоннелей, если пройти за красную карту доступа. В данной комнате находится всего 7 капсул, из которых одна, по-видимому, находится в рабочем состоянии. Моё догадку с клонированным людей можно также доказать, если взглянуть на одну из комнат в подводной лаборатории. В комнате стоят, как мы выяснили, капсулы для клонирования, внутри которых плавают мешки по своему внешнему признаку, чем-то напоминающие очертания человека. Скорее всего, эти тела являются трупами погибших игроков, которые отправляются сюда для обработки ран и дальнейшего перерождения. Что ж, тогда это объясняет, почему спальник приходится ждать так долго. Просто док пытается побыстрее зашить твою порванную задницу. Такую капсулу также можно встретить на одном из кораблей, которые периодически появляются в водной части карты. Вообще, сам по себе карга перевозит немало количества интересных вещей. К примеру, так на нем можно встретить танки, чиноки, множество необходимых компонентов, радиоактивные грузы и даже мусор, который является настолько опасным, что его поместили в отдельную клетку. Не, ну а вдруг он еще за борт выпадет? Гринписовцы же вообще с ума сойдут. Данный грузовой корабль является полной собственностью корпорации Кобальт. Он время от времени поставляет на ОСОВ необходимую военную технику, компоненты и прочие необходимые важные грузы. Ну и мусор в ОСС, конечно же. Какое-то время он плавает вокруг ОСОВА, а после уплывает за пределы карты. Уплыть вместе с ним, к сожалению, не получится, так как на нем появляется смертельная доза радиации, которая не дает выжить ни одному живому существу. Я слышал некоторые предположения, что, возможно, воздух, который находится вдали от острова, является опасным для нашего персонажа. И именно поэтому покинуть остров никак не получается. Однако, если попытаться уплыть за пределы карты, не находясь на карго, то нас просто убьет, как будто мы случайно нажали на кнопку самоубийства в самом меню. Так, почему же на карго появляется радиация? Есть версия, что в одной из закрытых кают находится бот, который по истечению срока пребывания оплыва острова открывается шлюз с ядовитым газом, который прогоняет застоявшихся игроков. К идеям покидания острова можно также приписать водные мусорки, которые являются некогда успешными плотами. На них видны несколько бочек с воздухом, чтобы плот не утонул. Ну и мачта, чтобы поймать попутный ветер с некогда существовавшими на ней парусом. Видимо, когда-то люди уже пытались покинуть это место в попытках найти другой, более лучший мир. Итак, предполагаемый сюжет. Жил-был на свете один ученый, которого привычнее будет назвать доктором Гордоном Ньюманом. Он изрядно увлекался изучением ядерной энергии, пока в один прекрасный момент ему не удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы полагать, что один химический элемент, а именно кобальт, может полностью перевернуть ход истории целого человечества. Благодаря кобальту люди смогли бы перейти к крупнейшим научным прорывам, которые навсегда бы изменили жизни их и их потомков. Доктор Ньюман обратился к правительству со своими планами, чтобы получить финансирование на свои разработки. Ученый совет рассмотрел идеи профессора, но отклонил их, так как посчитали их совершенно несбыточными. Ученый не собирался зарывать в могилу свои труды, даже не попытавшись их реализовать. Поэтому он обратился к Советскому Союзу, в надежде получить поддержку уже от них. Рассмотрев исследования зарубежного коллеги, правительство СССР согласилось пофинансировать данный проект. Чтобы сохранить эксперимент втайне от внешнего мира, Советский Союз выделил ученому личный секретный остров неподалеку от берегов Анголы. Именно так началось зарождение компании Кобальт, в которую доктор Ньюман позвал своих лучших специалистов и своего окружения, чтобы прогресс шел максимально эффективно. Остров сразу же начали оснащать свои собственные инфраструктуры, чтобы быть минимально ресурсозависимыми от правительства. По плану, за короткий промежуток времени остров должен был быть оснащен всеми необходимыми строениями для исследовательской работы. И чтобы зря на этом не терять время, первым был выкопан военный туннель, в который поначалу сгружали припасы, оборудование, взрывчатку и прочие инструменты для строительства. Именно внутри этих шахт были расположены отделения, в которых провессор вместе со своими подручьями проводили свои первые исследования на растениях. Когда были достигнуты положительные результаты по возрождению растений, доктор Ньюман решился пойти дальше и провернуть то же самое с человеком. В тот момент уже была окончена постройка первой копии космодрома Байконур, в котором уже начали собирать первые ракеты для полета в космос. В своих разработках ученые начали отставать от графика, так как они изучали действия препарата на животных. Доктору Ньюману нужны были стопроцентные доказательства, чтобы на этапе с экспериментом на человеке все пройдет гладко, чтобы не пришлось наблюдать нечастных случаев уже в космосе. Из-за такой осрочки на космодроме решили создать дополнительную ракету. Это было куда разумнее, если произойдет так, что первый полет и вправду окажется неудачным. И вот момент, когда эксперимент над животными был успешно завершен. Ученым осталось лишь найти необходимых добровольцев, чтобы провести первые испытания по созданию бессмертного человека. Именно на этой стадии происходит распад Советского Союза, из-за чего финансирование научного проекта резко прекратилось. Все времена начали происходить страшные вещи по присвоению чужого, а также государственного имущества. Доктору Ньюману приходит осознание, что без финансовой и военной поддержки его научные труды смогут привести к страшным вещам, если попадут не все руки. Он решился на крайние меры и, чтобы не терять время в спешке, начал уничтожать результаты всех своих исследований. Он выгнал с острова всех сотрудников, выпустил всех подопытных зверей и взорвал все сектора, в которых находились все данные его исследований. Из-за взрыва были завалены многие секретные тоннели, а также пострадало большое количество транспортных бочек с опасными реагентами. В связи с этим большинство зданий и сам остров в целом были облучены радиацией, что сделало остров на долгие годы непригодным для посещения человеком. Лишь спустя десятки лет радиационный фон постепенно спал, и на остров прибыли американские ученые с целью исследования данной территории. Пристрелив местного оленя для изучения, они обнаружили, что через какое-то время тот же сам олень появился на пляже. Исследовательская группа немедленно сообщила правительству США о жутковатом острове, после чего эта же группа была пополнена новыми специалистами для дальнейшего изучения острова. Уже американские ученые начали исследовать на тот момент мертвый остров в попытках понять, чем тут занимались и что тут произошло. Спустя какое-то время им были найдены военные туннели, в которых чудом уцелели записи ученых, чертежи лаборатории и прототип инновационных разработок. Ученый Совет США изучил найденные на острове документы, и совместно с властями было решено продолжить эксперимент, но только уже в другую сторону. Восстанавливать полуразвальные здания довольно долго, дорого и бессмысленно. Какой был смысл делать прорывы в областях путешествий по космосу, если космическая гонка и так была давно завершена? Гораздо лучше оборудовать уже имеющийся остров под военный полигон, на котором можно было бы тренировать бессмертные отряды солдат. По целях безопасности было решено не посылать туда ни одного живого человека, а воссоздать человекоподобных клонов по уцелевшим прототипам. Их было решено разделить на два типа. Первые — обучающиеся. Они бы занимались самообразованием, тренировались бы стрелять вниз оружием, создавать броню и искать для себя укрытия. И все жили бы по единому принципу — не наебешь — не проживешь. И лох не мамонт — лох не вымрет. Вторые же — надсмотрщики. Они бы следили за процессом обучения солдат и продолжали собирать полезную информацию на острове. На их создание требовалось меньше ресурсов, чем на первый тип клонов. Таким образом, компания экономила биологические ресурсы. По задумке можно было бы натренировать настоящих профессиональных убийц, затем взять гены лучшего из них и клонировать его тысячами. Правительству удалось полностью заполучить компанию «Кобальт» и начать пользоваться ее именем в качестве лица этого эксперимента. Так и пошел новый этап жизни этого секретного проекта, в котором клоны сражаются друг за другом в попытках доказать свое первенство. Ученые же собирают их оставшиеся ошметки, чтобы изучить ранения и попытаться вывести гены идеального солдата. В данном моменте было бы уместно сравнить человека с картошкой, которую перебирают, чтобы найти идеальную для размножения. Но в одной из своих вылазок их удивлению оказалось, что на острове успели обосноваться незваные гости. Это была бандитская шайка. Когда-то они занимались грабежом грузовых кораблей в морях Анголы и, к огромному удивлению для себя, обнаружили данный остров. Имея значительное превосходство на первыми вариантами клонов в виде оружия, бандитам удалось захватить карьеру, на котором они пытались добывать местное золото. Им не понравились нынешние аборигены, и поэтому они начали их запугивать различными плакатами, дабы бомжи даже не думали приближаться к карьеру, чтобы не мешать их деятельности. Когда карьер вышел из строя, у шайки не было нужных компонентов для его починки, и тогда они решили сменить свой вид деятельности на острове. Решив, что было бы довольно выгодно сотрудничать с местными обитателями острова, бандиты перестроили нынешний карьер в казино. Они поставили в нем рулетку, игровые автоматы и столы для игры в покер. Чтобы привлечь местных чудаков, они также установили торговые лавки, в которых можно было бы купить серьезное вооружение. Также они закрасили отпугивающие плакаты. Для своей безопасности бандиты установили в своем городе автоматические турели, дабы не подпускать к городу чересчур агрессивных посетителей. Ученому составу крайне не понравилось их присутствия на острове, но из-за того, что они стали такими же бессмертными, как и их подопытные, они решили их не трогать. Спустя какое-то время бандиты стали обживаться на острове, расширяя свои точки и спектр оказываемых услуг. Так появились их фирменные летательные аппараты и подводные лодки, на которых клоны смогли бы добывать больше ресурсов и отдавать их бандитам в обмен на ценные предметы или развлечения. Ученые все так же продолжают периодически собирать подопытных, чтобы найти клона с наилучшими данными выживаемости. А мы, как ни в чем не бывало, боремся за ресурсы, грабим, истребляем друг друга и всячески боремся за собственное процветание на этом острове. Даже не подозревая, что кто-то из нас может стать прародителем целой армии. В заключении мне хотелось бы сказать, что как бы то ни было, но Кобальт является довольно мощной и влиятельной организацией в этом мире. И совершенно не так важно, кто такие выжившие. Заключенные, клоны или сами ученые. Вполне может оказаться так, что человечество давным-давно себя истребило или находится на грани к этому. А данный эксперимент должен позволить возродить погибший мир, в случае, если он окажется в руинах. Относительно недавно разработчики также анонсировали, что в ближайшем будущем игроки смогут переплывать на другие острова, перенося с собой имеющуюся у них технику и ресурсы, отчего предполагаемый сюжет раздувается просто до космических масштабов. В данном видео я собирался рассказать еще про две организации, которые помогали Кобальту во всем этом эксперименте. Но после недавнего твита от разработчика, в котором они предложили придумать игрокам название для четвертой организации, я этого делать не стал. Для самых заинтересованных я закину табличку со своими предположениями в свой паблик ВКонтакте, о котором я говорил в начале этого видео. Также посмотрите и это видео, в нем я показал 5 бомбезных игровых дополнений, о которых вы даже могли и не слышать. А на этом у меня все, хочу всем пожелать удачи на вайпе и не болеть. Услышимся в следующем видео. Бэбэ.